Чтобы получить 13, нужно довольно экономно это все рассчитывать. Там надо правильно разбирать 11. Нет, а чтобы 11 и 11. А в 13 получается еще сомнительно ничего. Потом одна плитка там не нужна, но это надо уже разбираться. А с 11 тогда вообще совершенно трудно. Гораздо более сложно надо анализировать, что получается с этим 11. Такой там вариант. И, на самом деле, недавно с помощью компьютера товарищи сначала с помощью компьютера уже установили, а потом уже вручную доказали, что с помощью этого. А из той же идеи возникают эти 13 или нет? Нет, 13 из этой же идеи. 12 просто почему-то одна из 12 не нужна. Во второй части доказательства можно без одной плитки обойтись. А 11 там все сложнее. То есть какие-то идеи там близкие, но, по-моему, там уже прямого умножения нет. А как-то, значит, надо его там усматривать. Это целое дело. Ну, я слышал доклады на эту тему, но понять никогда ничего не будет нельзя. Поэтому, значит, я верил в этот человек очень аккуратно иметь попроверил все, но сам я этого не понимал и объяснил. Я даже с 13 не могу объяснить. С 13 сравнительно, вроде не исходят. То есть то, что 12 и 13 отличаются случайными без денег, например, просто самообсиление не используется? Ну, не то, что не используется, ее можно и не использовать. Если правильно выбрать, ну нет. Если у вас есть, то эту плитку можно не использовать. Ну, даже из 13 я уже не уверен. Начать эту всю сделку я уже не могу какие-то множители. Кажется там 2 и 3 вторых или что-то еще. Там какая-то есть, есть еще дополнительная геморрой на эту тему. Но, по крайней мере, в общем-то, если не заботиться о количестве плита, то мне кажется, что вот это рассуждение должно быть понятным, по крайней мере, так сказать, наиболее термеливым товарищам. Ну, я даже не решаюсь сразу, кто это понял. А просто, если есть какие-то вопросы, я могу пытаться что-то объяснить. Но вы сейчас или там потом, или как скажете. Но, в общем, вот, по крайней мере, общую природу доказательства, я думаю, примерно поняли. Поняли, что это не безумно сложно. И что если это, так сказать, уж припрет, так можно в это забрать. Сколько это среднее, но вообще это не теория относительности. И не хватает у них. А давно я так придумал? И это Карри, он, значит, саму теорему доказал Бергер в шестьдесят каком-то году. Но с совершенно другим набором плиток и другой идеей, про которые я могу рассказывать, но это другое совершенно, техника. Потом придумали еще много аналогичных конструкций. Есть конструкция вот эта, которая придумал Карри, а как она придумал, неизвестно. Но он сейчас живой человек, я его сам видел много раз. И он, вроде бы, говорит, он там это был, наверное, в семьдесят каком-то или восемьдесят. Вообще, это уже нет, он. Много лет это известно, но так как он еще жив и работает. А есть еще конструкция, которая использует математическую логику, теорему неподвижной точки, машины Дьюлинга. И с ее помощью можно построить вообще много удивительно другого. А можно использовать плитки, вот тебе должно понравиться, можно использовать плитки обмана. На этих плитках обмана должны есть какие-то специальные линии. Какие из плиток обмана? Что? Какие из плиток обмана? Шестиугольник. Которые, кстати, самоподобные. Самоподобные там разряжаются на два. Вот на них можно какие-то такие суперлинии провести. Из этих линий они будут образовывать два семейства, из них получатся плитки. И это я никогда не смогу разобраться, но только если захочешь, то расскажешь, там геометрия какая-то девяриная, и это простому человеку не понимал. Но тоже. Это как бы другая конструкция. Вот ночь.